МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Месяц назад в нашу редакцию пришло письмо. Здравствуйте, уважаемый Андрей Малахов. Пишу вам со слезами на глазах. Человеку, с которым мы вместе выросли в детском доме-интернате, очень нужна ваша помощь. Это очень давняя история, которая носит в себе очень много загадок. Речь пойдет о родителях, которые бросили маленькую беззащитную девочку. К письму прилагалось вот это видео. Оксана родилась 6 августа 1981 года в городе Чте. Она инвалид детства. Диагноз – врожденная аномалия развития верхних и нижних конечностей. Воспитывалась в Четинском доме ребенка номер 2, в Петровзобайкальском доме-интернате. Из детских воспоминаний помнит отца, который приезжал к ней в дом-интернат несколько раз. Затем связь оборвалась. Ищет родителей. Отец – Лауроновичус Петра Спрана, литовец. Мать – Лауроновичони Тамара Владимировна. Проживали на момент отказа от родительских прав по адресу город Чета, улица Ленинградская, 96, квартира 60. На запрос пришел ответ, что они по данному адресу не проживают. Возможно, выехали за пределы области. Целый месяц нам потребовалось, чтобы узнать, что отец Оксаны, полковник авиации в отставке, после расформирования воинской части переехал с супругой и старшей дочкой в город Люберцы Московской области. В нашем следующем эфире как встретятся родители и их младшая дочь после 30 лет разлуки. «Мама, услышь меня. Не дай это себя скрыть. Покажись, пожалуйста. Приедь с папой. Я его люблю, вот и сильно хочу его увидеть. У меня мечта даже, чтобы он в форме приехал. Это мне покажись, что он высокий был».